Приветствую моих зрителей, моих подписчиков! Ура! Ну теперь-то я точно переезжаю. Тьфу-тьфу, чтобы не сгладить. Подождите, сейчас постучу еще. Еще и постучала на всякий случай. Вот. Облом то с одной машиной, то с другой. Глухота моя так еще не прошла. На левое ухо я не слышу ничего практически. Правым наполовину. И поэтому телефоны все слушаю на громкой связи. На громкой связи поднеся к правому уху. В общем, не знаю, что за фигня. Они тебе, блин, мошки кусают. Кошмар. Как сейчас грузиться, не знаю. Сейчас жду машину на погрузку. И мошки просто нападают. Ветер стих. В общем, какой-то кошмар. Фу! Устала уже. Устала уже. Вся постарела. И посидела уже. Сколько ждать этого переезда. Короче, все эти дни. Очень сильная жара была. Такая жара, что выходила только поливать. И все. Просто невозможно было ничего делать. И, конечно, там кое-где, кое-что подсохло. Там всем. Все, в общем, придется отливать. Все спасать. Сейчас, на ближайшие два дня у нас обещают хотя бы более-менее еще ничего. Плюс 20. надеюсь, что в реактивном темпе все высаживать как бы на новом месте. Вот. А пока жду машину. Вот они растюшечки. Бедняжки мои. Вот. Много чего. Много чего. Малинка подсохла. Ирисы вон вовсю цветут тут. Прямо хапочкой надо было бутоны все убрать. Это что-то я как-то прошляпила это дело. Или бутоны еще внутри листьев были. В общем, все здесь процветает потихоньку. Как все эти километры, конечно, запихать в машину, не знаю. Наверное, придется где-то что-то часть поломать друг на друга. Как-то бочком. В общем, понятия не имею. И там еще, и там, и там. В общем, все эти вот километры, километры, блин, террасады, как высаживать, не знаю. Просто не знаю. Закидать так, поставить все на землю, просто сверху закидать землей. Скорее всего, так получится. Если сначала вот аккуратненько. Все подписывала, все в ящичке, все в ящичке. Ну, не учла, конечно, не учла размер. Все-таки, сколько же у меня растений. То есть, я уже практически, наверное, даже уже сама не знаю, сколько их. И вот получилось так, что уже все. Последнее, все последнее, уже все, просто в мешки. Все уже просто вот в мешках, напихано, напихано, напихано. Просто уже чисто надеюсь, что как бы довезу и быстренько-быстренько все выгружу, как бы высыплю из мешков и полью. Потому что это бесконечные вот эти вот мешки. Блин, вон здесь уже, смотрите, одновременно торчит. Лилия саранкой распускается. Анимона цветет, и рис хочет засвести. Господи. Небось, какой-нибудь рис, которого я ждала пять лет, свести не хотел. Собрался именно сейчас. Ну, как всегда, конечно. Много чего, много чего не выкопала, много чего с собой не взяла, конечно. Ну, ничего страшного. Будем работать с тем, что останется. Бегаю из щу коробки. Ничего, машина не влезает. Уже в три этажа ставим. Мошек столько. Все непрохладно, все вылетели. Все, у меня накусано все. Вся шея, все уши, все. Можно облачаться в лыжную маску. Просто невозможно даже вниз за пакетом наклониться. Все лицо в мошках. Ура! Я взмолкла, как парась. Все загрузили. Все, вся лохматая, сырая. Я еле стою на ногах. Повместили все. Козы, разумеется, не влезли, к сожалению. Приедут вторым рейсом. Еле-еле с горкой все цветы. Что доедет, не знаю. Надеюсь, что не будет доедет. В общем, фу. Слава богу, все. Выезжаем. Вот последнее видео. Все, помидоры, огурцы мужу посадила. Пусть поливает. Пойду сейчас перед отъездом козу подаю. И в путь. А утром муж вернется, уже сам подует. Потом мне ее, как обустроюсь, привезет обратно. Не обратно, а ко мне. Вот, пустующее поле. Здесь у нас будет кролики. Это, оказывается, не бассейн будет, а ангар для кроликов. Вот. Так что будет теперь великий кроликовод. Кремка разнервничался, бедный. Чувствует, сейчас посадят первый раз жизни в машину. Ни разу еще никуда не ездил. Переживает. Картошка не сажена конец июня. Ну, надеемся, что еще не поздно, раз у нас теперь зимы такие хорошие. Да, Кремасик? Да, козу сейчас подуем. То коза потом нервничать будет, что папка будет доить. Вот. А она уже нас не дождавшись улеглась спать. Коза, выходи. Нет, сейчас придется будить. Кремка первый раз едет в машине. Кремка по машине ручкой. Кремушкин. Ай, молодец какой. Ай, умница какой.